Привет всем! Мы находимся на кладбище храма Тайшиннин в Сэндайе. Храм не очень известен, но здесь есть одна из моих любимых статуи Бодхисатвы Джизо. Вот она на заднем плане. Такая красивая статуя. Она поставлена в память жертв голода Темпо. Этот голод был где-то в 1830-х годах. Если я не ошибаюсь, конечно, надо будет потом проверить. И это был один из самых крупных случаев голода в Японии с большим количеством жертв. Префектура Мияги тоже затронула. И что мне особенно кажется интересным насчет этой статуи, это, как вы видите на ее постаменте, огромное количество камней. Что это за камни? Они связаны с легендой Осайно Кавара. Согласно этой легенде, маленькие дети, которые умерли до достижения ими где-то трех лет, они, так как у них нет еще особых заслуг, но и особо ничего плохого они не успели сделать, они как бы застревают между мирами. Они не могут переродиться, они не могут тем более отправиться в чистую землю, куда уж там войти, в нирвану. Но и в ад они не попадают. Они застревают на берегу реки Сай. Река как раз находится между мирами, как бы разделяет миры. И что они там делают? Они собирают камушки, из них складывают пирамидки. Эти пирамидки символизируют их молитвы за оставшихся членов семьи. И зада к ним регулярно наведываются они и разбивают эти пирамидки. И дети их опять складывают. Это была первоначальная версия легенды. Потом туда потихоньку как-то ввели Батхисатву Джизо. Изначально он только появлялся и объявлял, что дети будут заниматься этим все время, чтобы помочь своей родни переродиться в чистой земле. Потом, по мере развития сюжета, то есть этот сюжет дорабатывали, Джизо стал фигурой, которая брала на себя ответственность за этих детей. То есть он становился их матерью и отцом. Защищал их от они. Ну и, по всей видимости, обеспечивал им потом хорошее перерождение. И отсюда развился такой обычай выкладывать камни на пьедестал статуй Джизо. Также иногда, если вы придете на берег какой-нибудь реки, можете увидеть вот такие вот пирамидки из камней. Это тоже, скорее всего, связано с этой легендой. То есть люди считают, что если ты проходишь мимо статуи Джизо, и у тебя есть все основания полагать, что эта статуя как-то связана с загробным миром, то нужно положить там камушек. Так делают не со всеми статуями Джизо, кстати, только с теми, которые рядом с кладбищем, например. И так как во время голода, понятное дело, погибло довольно большое количество маленьких детей, здесь эта статуя особенно популярна в качестве объекта для складывания камней. То есть люди сразу думают о том, видят эту статую, знают, что она поставлена в честь жертву голода, и тут же поддерживают таким образом несчастных детей, погибших во время голода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова